Встреча с активом Гомельской области Социально ориентированная политика, которая проводится на протяжении последних десятилетий, приносит положительные результаты. Среди вопросов, которые в Гомельской области необходимо решать в ближайшее время, проведение масштабной мелиорации, что позволит получить значительную прибавку урожая. У нас не много на Гомельшине плодородных земель, а самое главное – обводненных земель. Вы всегда страдали от засухи. Спасти эти земли. Надо правительству рассмотреть вопрос мелиорации прежде всего и Гомельской области. Не потому, что я у вас здесь, а потому, что если мы дополнительно эти земли, обводненные, не введем в строй и не спасем, вам не за что будет прибавлять. И второе, о чем вам надо уже сегодня подумать, по орошению земель не в плане мелиорации, а поливных земель. Технологии известны. Особое внимание экономической сфере и кадровой политике. Александр Лукашенко уверен – для производства конкурентоспособной продукции в Беларуси достаточно компетентных и профессиональных кадров. В качестве примера – акционерное общество «Гомсельмаш». В свое время это предприятие не только сохранили, но и придали ему новый импульс в развитии. Мы постепенно создали суперсовременный комбайн. Подводит итог Александр Лукашенко. Проблем еще много, но они делают самые современные комбайны. Это я знаю лично. Потому что по каждой марке комбайна давалось мое поручение, и я их проверял в поле. Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности. Социально ориентированная политика, которая придерживается в Беларуси, останется критерием в принятии любых решений. При этом основной упор на развитие системы здравоохранения. Пандемия коронавируса подтвердила правильность выбранного курса. В Беларуси на борьбу с COVID-19 из бюджета направили около 500 миллионов рублей. Однако президент уверен – люди дороже. «Мы справились, потому что уделяли большое внимание этой сфере», подчеркивает Александр Лукашенко. Именно об этом президент говорит во время открытия в Гомеле современной поликлиники. И отдельное слово благодарности в адрес медиков, которые еще раз подтвердили свой высокий профессиональный уровень. «Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях, без вакцина, без лекарств, неизвестная болезнь, они научились лечить больных. Это подвиг, понимаете? У нас есть армия толковых людей в белых халатах, которые смогли победить эту болезнь». Это чрезвычайно необходимый для города объект. Именно так Александр Лукашенко оценивает новую поликлинику. Местные жители, которые для встречи с президентом начали приходить сюда с самого утра, с ним полностью согласны, и не скрывают своей радости. Раньше им приходилось добираться до поликлиники по улице Ландышева, что особенно пожилым людям было достаточно сложно. Да и пропускная способность этого учреждения оставляла желать лучшего. Еще один плюс новой поликлиники – ее уникальность. Здесь установлено высококлассное оборудование, позволяющее проводить диагностику на месте, а не направлять пациентов в другие учреждения. По словам министра здравоохранения Владимира Караника, это новый стандарт для поликлинического звена. То есть пациент большую часть помощи может получать на амбулаторном этапе. И опять же, невролог, если раньше в поликлинике это был основной рабочий инструмент, это молоток, то сейчас есть возможность нейровизуализации, есть компьютерный томограф прямо здесь. Таким образом, первичное звено становится центром первичной клиникой диагностической помощи на очень высоком уровне. А стационар оставляем именно для тех, кто нуждается в круглосуточном наблюдении и нуждается в высокотехнологичных медицинских вмешательствах. Новая гомельская поликлиника – реальное подтверждение эффективности, проводимой в Беларуси социальной политике. Учреждение строилось для обслуживания жителей трех ближайших микрорайонов. Однако в ближайшее время на ее базе начнут работу восемь центров коллективного обслуживания населения Гомеля и Гомельского района. Всего более 530 тысяч человек. Это позволит использовать дорогое оборудование более эффективно. Очень важна концентрация кадрового ресурса, а также не распыление концентрации в одном месте мощной диагностической базы, что позволено на базе данного учреждения в том числе сформировать и организовать работу центров коллективного пользования для всех жителей города Гомеля и Гомельского района. Александр Лукашенко проходит по кабинетам новой гомельской поликлиники, где ему не только демонстрируют установленное оборудование, но и рассказывают о его преимуществах. Если раньше, к примеру, рентгеновское исследование занимало до 30 минут, то сейчас современный компьютерный томограф справляется с этим всего за несколько секунд. После торжественной церемонии открытия и осмотра объекта Александр Лукашенко направляется к машине, однако по просьбе людей подходит к ним. Разговор с гомельчанами получается не просто открытым, но и по-человечески очень теплым. Александр Лукашенко, здравствуйте! Потому что там уже меня люди ждут. Здорово, здорово! Борода, вон я бородок. Вот с кем я поздоровался, тот никогда болеть не будет. Спасибо большое! Спасибо. 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 Вот видите, как боятся заболеть, а? Александр Лукашенко, здоровье нации! Спасибо. Будьте здоровы! Спасибо. Не болейте! И вам здоровье! Здоровье! Еще раз здоровье! У нас со школой проблема, она сейчас и остается на хуторе, на перерайонном. И очень большая проблема с детскими площадками. Нашим детям просто негде гулять. По школам, я думаю, мы решим в ближайшие годы. А первую площадку, если надо, даже и два, это недорого, скажешь потом, мы поможем. Это святое. Детская площадка. Там действительно одна площадка, нормальная решение. А ты не убеждай меня, решение примет, а только подскажи потом, где она должна быть. Конечно, конечно. Ну не возишь твоего дома только. Ну конечно. Восточный обход, 500 метров оттенок. Губернатор сказал, делают проект, мост, мост и обход мы в следующей пятилетке вам подарим. Спасибо, ребят! Спасибо! Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько, Сергей Лукашук. Новости недели. Новости недели. Новости недели. Новости недели. Новости недели.